ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да вот этот возьму, как-то привычнее. Хотя нам впору не оружие выбирать, а столбы, на которых нас вздернут. Нас опьянил успех, но взять столицу не то же самое, что взять всю страну. Даже если это так, мы должны удержать власть любой ценой, раз уж она у нас в руках. Вот то же самое предлагает Ленину Сталин. Они рассматривают возможности вашей замены на счастного. Откуда у вас эта информация? Это неважно. Ваш авторитет во флоте слаб, а комбинация со счастным могла бы усилить власть. Естественно, оставляя вас за скобками. Яков Михайлович? Да. А почему вы со мной так откровенно? А скажу так. Мне тоже тревожит усиление Сталина. Вот и помогаю его противнику. А мы не противники? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тогда вам не о чем волноваться. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Почему мы ждем его здесь? Он что, не мог принять нас в кабинете? Честного, нет кабинета. Он все время на кораблях или осматривает гарнизон. Да нет, просто хочет нам показать, что мы на его территории. А вот и он идет. Товарищ предъяв военсовета, еще раз прошу простить, состояние флота требуемого постоянного здесь присутствия. Все понимаю, Алексей Михайлович. Первому герою России не надо оправдываться. Газеты называют ваш ледовый поход героическим. А ваша ирония неуместна, товарищ Троцкий. Только благодаря товарищу Счастному. Балтийский флот сейчас здесь, а не у немцев. Мы можем пообщаться наедине? Как вы понимаете, я прибыл по делам чрезвычайной важности. Немцы идут на Петроград. Удержать их мы не имеем никакой возможности. Прорвав линию фронта, они займут Кронштадт. Во избежание захвата Балтийского флота мы приняли решение. Подготовить флот к уничтожению. Я понимаю, мера чрезвычайная, но другого выхода нет. Кронштадт им не взять. Мы будем обороняться до последнего матроса. Конечно, конечно. Но вы же знаете, по Брестскому договору мы не имеем права... Мои люди рисковали жизнью, выводя флот сначала из Ревеля в Гельсинфорс, а потом сюда, в Кронштадт. А теперь вы хотите, чтобы я приказал им взорвать его? Именно, именно, именно. Операция секретная. Поэтому прошу вас подготовить несколько надежных человек. Разумеется, их работа будет хорошо оплачена. Я не буду в этом участвовать. Речь идет не о ваших желаниях, сейчас. Это приказ. Я отказываюсь ему подчиняться. Хочу вам напомнить о присяге. Я присягал не вам, а стране. И спасал флот не для того, чтобы вы его уничтожили. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сер Мукс, немедленно вызовите в Москву частного. Зачем? За наградой? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пропуск! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вам дальше нельзя. А почему еще? Продолжение следует. Прошите. Да. Здравствуйте, товарищ частный. Присаживайтесь. Присаживайтесь, присаживайтесь. Присаживайтесь. Значит... Дело не в награде. Вы игнорировали мой приказ. Неужели вы думали, что я оставлю это просто так? Ваши приказы некомпетентны. А значит, вредны. Вредны. Для кого? Для России. Вы человек военный и должны знать, что невыполнение приказа в армии – это измена. Арестовать его. Раскольников. Вы слышали, что я сказал? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алексей Михайлович. Ну, дайте оружие. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вам это ничего не даст. Суд меня оправдает. Ну, значит, вам бояться нечего. Я и не боюсь. Не забывайте, Троцкий, на чьих штыках держится ваша власть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Но этого не было. Нельзя позволить ему выкрутиться. Он враг. Это вопрос выживания. Нашим и революции. Его оправдают. Одних моих показаний не хватит. Я поддержу вас. Сделайте то, о чем я прошу. Остальное я уложу. Хорошо? И знаете что? Ну, не бойтесь вы так. Из бесед с офицерами флота я узнал, что товарищ Счастный распространял панические слухи об имеющихся у меня якобы намерениях уничтожить флот. Разглашая данные сведения, товарищ Счастный преследовал одну единственную цель. Создание контрреволюционного заговора на флоте. Если это заговор, то где же другие заговорщики? Товарищ Счастный. Со временем, товарищ Счастный, мы выведем на чистую воду всех. У меня все. Ну что ж, у защиты больше нет вопросов к свидетелям. Значит, суд... У обвинения есть еще свидетель. Комиссар морского генерального штаба. Товарищ Раскольников желает дать показания. Товарищ судья, Раскольников не заявлен как свидетель, и его нет в материалах следствия. Что для нас важнее? Истина или процедура? Дело слишком серьезное. Если свидетель хочет дать показания, его обязаны выслушать. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Мы готовы его выслушать. Капитан первого ранга Счастный вел среди руководства наркомата контрреволюционную агитацию. Также он предложил мне присоединиться к заговору с целью свержения советской власти и установления диктатуры болтфлота. Фактически его личной диктатуры. Он врет! Не верьте ему! А ну прекратить! Немедленно! Вывести его из дома! Сядьте. Он врет! Не верьте ему! Он врет! Товарищ Раскольников, быть может, вы нам всем напомните, когда же это все произошло? Что именно? Когда капитан Счастный сделал вам предложение принять участие в заговоре. Точного дня я вам назвать не могу. Вот как? Ну, а хотя бы, может быть, вы назовете нам месяц? Это был апрель, мне кажется. Вот как? А почему же вы только сейчас об этом вспомнили? Почему вы тогда не заявили своему руководству? Почему не рассказали следствию? Я целиком и полностью осознаю свою вину за это. Скажите, где была намечена встреча? Я не помню. По-моему, это было у меня в кабинете. А товарищ Счастный, может быть, называл вам какие-нибудь имена? Людей, которые, ну, чуть раньше примкнули к заговору? Нет. Нет. Значит, на встрече были только вы и он. Да. Ясно. Ну что ж, товарищу Раскольникову у меня больше вопросов нет. А назвать его свидетелем, ну, извините. Язык не заворачивается. Обвинение так и не предоставило ни одного убедительного доказательства. Так называемой измены моего подзащитного. Напротив, все, что вы слышали от защиты, характеризует капитана как патриота и верного слугу русского народа. На этом у меня все. Суд удаляется за совещание. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Товарищ Троцкий, куда вы? Товарищ Троцкий! Вы не имеете права! Сядьте на свое место! Сядьте на свое место! Товарищ Троцкий, вам нельзя здесь находиться. В силу исключительной государственной важности этого процесса, я должен быть уверен, что вы вынесете правильный приговор. Вы не имеете права диктовать нам, что делать! Существует правило! К черту ваши правила, если они противоречат здравому смыслу. Вы все должны понимать, там, в зале суда, сидит враг. Герой! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, но, совершая героический подвиг, он создал себе популярность, намереваясь использовать ее против советской власти. Эта контрреволюционная игра провалилась, и наказание должно быть максимально суровым. Я буду расценивать любую попытку смягчения приговора с частным, как измену. Прошу. Расстрел даст матросам мученик? Нет. Он даст им бога в моем лице. Поверьте, я знаю психологию вас. Они поднимут мятеж. Не поднимут, у них нет лидера, они неорганизованы. Главное, опередить их, действовать первыми. Как? Может, его шлепнуть прямо здесь? В центре Москвы? Услышат. Не услышат. Агранов! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Остановись здесь. Заводи! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ничего ж не видно? Фарами на него! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не трудитесь. Цельтесь, Светлая. Катальсь! Целься! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Глебе! ВЫСТРЕЛЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА